Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Если среди вас есть автомобилисты, то наверняка вы когда-нибудь на заправках Ока или Вок пробовали хот-доги с баварскими колбасками. На самом деле это не настоящие баварские колбаски. Как вы знаете, баварские колбаски это колбаски для жарки на гриле. Но мне очень нравятся вот эти вот, ну не знаю, даже не колбаски, а толстые сосиски, с которыми на заправках делают хот-доги. И мы с Ларисой решили повторить этот рецепт. Ну, собственно говоря, для простоты понимания будем называть их баварские или мюнхенские колбаски. Потому что на Ока они называются хот-дог с мюнхенской колбаской, а на Боге хот-дог с баварской колбаской. В общем, какая-то такая колбаска. Итак, мы подготовили мясо, предварительно дали ему обветриться в холодильнике. 50 на 50, часть полужирной свинины, часть жирной свинины. И нам это мясо надо засолить. Для того, чтобы засолить, я, как обычно, его порежу на кусочки 4-5 сантиметров. И для засолки я буду использовать смесь нитритной и поваренной соли. Из расчета на 1 килограмм мяса, 10 грамм нитритной и 10 грамм поваренной соли. Я добавляю мясо на вот такие вот кусочки. И теперь засолю его, перемешаю, накрою пищевой пленкой и поставлю в холодильник. Где-то ориентировочно на 4-5 дней. Не знаю, когда я буду делать их. Но вот, естественно, чем мясо дольше солится, тем вкуснее получается конечный продукт. Поэтому, если у вас есть возможность через 5 дней делать колбаски, то лучше их делать через 5 дней, чем через 4. Ну и продолжим через 4 или 5. Наше мясо для баварских колбасочек просолилось. И теперь нам надо сделать из него фарш. Пока Лариса будет делать фарш, я скажу несколько слов о специях. Так как мясо мы уже посолили, то нам надо в него добавить только специи. Ладно, шумно работает эта машинка, поэтому Лариса сделает фарш. И после этого я расскажу о специи. Мы перекрутили все мяско на мясорубку. Теперь нам надо добавить в него специи и тщательно перемешать. Мы перемешиваем с помощью кухонного миксера для того, чтобы мясо хорошо... Наша задача разрушить белковые связи. То есть вымесить мясо до белых волокон. Для этого еще очень хорошо подходит тестомесильная машина. Но у нас такой нету. Поэтому пока Лариса будет перемешивать, я все-таки расскажу о специях. Как вы знаете, друзья, баварские колбаски в классическом своем виде... Это колбаски для жарки, для гриля. Естественно, когда они делаются для гриля, они делаются в натуральной оболочке, в кишечке. Они жарятся на гриле или на сковородке. И после этого их можно вместе с оболочкой кушать. Мы хотим сделать их готовые и добиться такого результата, чтобы они получились вот такие, как баварские колбаски на заправках. Вока, ОК, вернее, ОК и ВОК, которые используют для хот-дога с баварскими колбасками. Поэтому мы будем делать их в коллагеновой оболочке и готовить методом горячего копчения. Но специи мы добавляем точно такие же, как классические баварские колбаски. Итак, о специях. На килограмм мяса, так как мы уже мясо посолили, если вы помните, мы добавляли соль обычную, соль нитритную. То теперь на килограмм мяса нам понадобится 10 грамм сахара, 1 грамм мускатного ореха, 2 грамма черного перца, 1 грамм душистого перца, 1 грамм тмина. 50 миллилитров пива и смесь трав, которая продается в магазине Ем колбаски, называется смесь трав для белых колбас, 6 грамм. Ну, для белых колбасок, вернее. Собственно говоря, это и есть смесь трав для баварских колбасок или для других колбасок, которые готовятся для гриля. Итак, мы тщательно с помощью миксера вымешиваем наше мясо, чтобы получилось, ну, чтобы разрушить белковые связи. Чтобы оно стало волокнистым и липким, чтобы в нашей колбаске не образовывалось пустот. А пиво, Лариса, не забыла добавить? Ну, сейчас я попробую, а вы смешиваете. Причем по рецепту туда должно добавляться светлое пиво, но, к сожалению, у нас есть только свежесваренный портер или стаут, по моему личному рецепту. Поэтому мы немножко модернизировали рецепт баварских колбасок, и он у нас будет с портером. Вот такое вот черное прекрасное пиво. Кстати, скоро будет дегустация этого портера, так как он уже готов. Я его уже сам попробовал, но теперь хочу снять дегустацию, потому что я готовил его по своему рецепту, снимал на эту тему видео. И хочу также поделиться, друзья, дорогие подписчики, с вами вкусом этого пива, его пенностью, его цветом. Получилось очень крутое. Лариса вымесит мясо, я вам покажу, какого эффекта мы добьемся. Мы вымесили мясо, и теперь его еще можно вот так вот отбить, чтобы из фарша удалить весь воздух. Чтоб оно было однородным. Так сделать хотя бы раз 15-20 надо. И после этого, друзья, мы сейчас приготовим шприц и будем набивать наши колбаски. Мы приготовили наш чудесный шприц. Кстати, видеообзор этого шприца я снимал, друзья. Потрясающая штука. Особенно, когда делаешь много колбас. Вообще изумительное. И сейчас набьем наши баварские колбаски. Или сосиски баварские. Что-то баварское. Все пропало, друзья. Надеваем оболочку на носик шприца. Будем набивать ее цельной. А потом перевязывать. На нужного размера колбасочки. И после того, как мы набьем, друзья, я расскажу вам, что мы будем делать дальше. Выпустим из шприца воздух. И сразу же перевяжем. Хотя матерые колбасники не перевязывают сразу. Но я к их числу не отношусь. И этот метод не приветствую. Я люблю сразу перевязывать. О, как раз тот размер. Точно как на заправках ВОК. Вот мне это нравится. И что самое главное. Она у нас получится прямая. Потому что если бы мы набивали натуральную оболочку. То у нас бы не получилось бы прямых колбасок. Так они бы все были бы кривые, изогнутые. Так как оболочка натуральная, она изогнутая. Видите, как чудесно работает этот шприц. Вообще, просто загляденье. Полтора килограмма фарша меньше, чем за минуту. Перевязываем. Я думаю, что лучше сразу на колбаске мы сможем их сдвигать. Да? Тогда. Хорошо. Какой размер? Небольшие будем делать. Мышек готовим для... Одни хвостик. Для похода. Сейчас я отмотаю нужное количество шпагата. Примерно, думаю, и так. Если что, потом можно будет дотачать. Нет, чуть-чуть вот так. Упс. Плохо. Это плохо. Ладно, давай по одной перевязывать. Потому что вот эти вот модные перевязывания, что-то я не люблю. Будем перевязывать, друзья, по одной, чтобы не рвать оболочку. Вот так, ну-ка, я ее перекручиваю. Хотя, в принципе, все это можно делать одной ниткой. И правильно делать одной ниткой. Но мне надо потренироваться этому. Очень недостаточно опытный колбасник. И таким образом перевяжем всю нашу колбасу. Мы набили, друзья, все баварские колбаски. И теперь, перед тем, как их готовить. А готовить мы их будем в коптильне методом горячего копчения. Мы их оставляем на один день в прохладном месте при комнатной температуре. Где-то должна быть температура 18-20 градусов. Чтобы они ферментировались. А завтра их закоптим. Наши колбаски и сосиски готовы к копчению. Я подготовил коптильную камеру. Сейчас мы их туда поместим. В это время как раз распаливается дымогенератор. Установим температуру 40 градусов на час. Чтобы колбаса ферментировалась. При этом сразу же начинаем ее коптить. Баварские колбаски помещаем на решетку. И тоже час их ферментируем при температуре 40-45 градусов. Естественно с дымом. Сейчас разложим их. Температурная автоматика включена. И я подключу к коптильне дымогенератор. Чтобы в нее нагнетался дым. Выглядит очень аппетитно. Дым начинает заполнять коптильную камеру. И оставляем нашу колбаску драгобыческую. И наши баварские колбасочки. Оставляем на час ферментироваться. После этого будем повышать температуру. И уже как бы переходить к приготовлению. Нам понадобится кулинарный щуп с термометром. Для того, чтобы отслеживать температуру внутри непосредственно батонов колбаски. Так вот красиво выглядит полностью коптильня заполненная дымом. Всегда радуюсь, что сделал коптильню именно со стеклом. Что можно воочию наблюдать онлайн процесс приготовления. Друзья, как я уже говорил. Оставляем на часик колбаску ферментироваться. После этого будем поднимать температуру. Прошел час. Нам надо открыть коптильню. Чтобы поместить в одну из колбасок щуп. И заодно посмотрим, как оно выглядит. О, выглядит красиво. У нас коптится драгобочская колбаса. И баварские колбаски. Щуп будем помещать в первую очередь в баварские колбаски. Потому что они тоньше и они раньше достигнут готовности. Вставляй. Вот таким вот образом вставляем кулинарный термометр. И кабель просто выводим через дверку коптильни. Саму коптильню закрываем. И повышаем температуру до 80 градусов. Готовность колбасок наступит, когда внутри самой колбаски температура будет 68-69 градусов. Мы это можем отслеживать по дисплею термометра. Я его могу повесить вот так вот. И теперь он будет нам показывать температуру. После того, как баварские колбаски, как тоненькие, дойдут до готовности, мы переместим щуп в драгобочскую колбасу. И тоже будем доводить ее до готовности при температуре в коптильне 80 градусов. Температура в баварских колбасках достигла 68 градусов. И они полностью готовы. Будем их вынимать, друзья. Какой запах. Красота получилась. Неописуемая. Ну что, вынимаем. Оставляем их до утра отдохнуть. Дыма в порядке. Такая вот красотища. Оставляем, друзья, их до утра отдохнуть. И утром продегустируем. Я вам расскажу, что у нас получилось. Наши колбаски отдохнули. Полностью остыли. Естественно, мы их вчера готовили. А сегодня мы их попробуем. Первый запах у нее просто невероятный. Как вы помните, мы делали ее в искусственной оболочке. Но это коллагеновая оболочка съедобная. Я со съедобностью экспериментировать не буду. Оболочку срежу. Но она действительно очень тоненькая. И в интернет-магазине ЕМ колбаски утверждают. Не люблю очистить колбасу. Оболочка, кстати, снимается идеально. По запаху, друзья, нечто невероятное. Я ее разрезаю, показываю крупный план. А потом пробую и рассказываю. Причем я ее не грел совершенно. То есть она вот сейчас остывшая, холодная. Сейчас покажу крупный план. Вот такая вот колбаска, друзья. То есть она очень красивая снаружи. Это она уже с очищенной оболочкой. И очень красивая внутри. Очень плотная, совершенно однородная. Хорошие вкрапления зелени. Настоящая баварская колбаска. Собственно говоря, как вы помните, с чего начиналась. С хот-дога на заправке ОКО. Вот поеду точно такая же. Сейчас попробую на заправку. Настало время. Ну, я как бы даже не пробую, я реально понимаю, что она должна быть очень крутая. И она очень крутая. Кошка очень ждет кусочек. Я сейчас выделю. Лиза. Угощайся. Кстати, запиваю все это портером. Баварские колбаски с пивом. Это нечто. Даже не знаю, как охарактеризовать вкус. Очень классный аромат. И вот такое послевкусие дают травки, которые мы сюда добавили. Реально классное. А так, собственно говоря, получилась классическая баварская колбаска. Как в хот-догах на заправке. То, что я хотел. Хот-доги, конечно, я делать не буду. Ее можно употреблять в сыром виде. Можно поджарить на сковородочке. Можно из нее сделать вкусные хот-доги. Баварские, опять же, такие. Ну, собственно говоря, с этими колбасками огромное поле для деятельности. Ну, на самом деле, мне она очень нравится. Вот такая вот в сыром виде. Поэтому, друзья, однозначно, баварские колбаски получились. Рецепт у нас удался. Не буду вас больше мучить этой дегустацией. Потому что понимаю, что у всех слюнки текут. Наверное, не одного меня. Сейчас выключу видео и съем всю эту колбасу. Запью хорошенько пиво. Друзья, надеюсь, видео было для вас полезным. Надеюсь, рецепт вам понравился. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. А мы будем снимать для вас новые видео. Всего доброго, пока!